Микс Ньюс Добрый день, в эфире передача «Встретились, поговорили» Я ее ведущая Евгения Шафранок Помогает мне звукорежиссер Родион Золотарев И сегодня у нас в гостях художник Сандро Чихаидзе Добрый день Здравствуйте Вот такой солнечный день У нас сегодня гости в солнечной Грузии Но не совсем из Грузии Давайте раскрывать карты Вы родились в Кандове В Кандове, да Вот на сегодняшний день вы кем себя считаете? Грузином, латышом, грузинским латышом, латышским грузином? Это вот тот вопрос, который мне задают Как только я начал заниматься каким-то делом, что выходит наружу Первый вопрос это, ты кто? Мне вообще-то очень повезло, я так считаю Потому что настолько радикально эти обе стороны отличаются Латвия со своей как бы такой более дисциплиной, строгостью и как бы порядком И там полный как бы все открыто и все прекрасно и все И в конечном результате получается какой-то очень хороший продукт Это я сам о себе говорю Потому что ты можешь в себе Ну вообще, когда смешивается кровь, я насколько знаю, это хорошо Я прекрасно себя чувствую здесь И я могу абсолютно себя вести как как бы человек, который родился здесь А там я могу абсолютно принимать все то, что делают грузины И я горд тем, что я вот продукт этих двух сторон Я их не могу различить Конечно, мы когда переехали из Латвии в Грузию Это называется, у грузинов есть такое, когда корни зовут Вот так говорят И там, конечно, солнце больше Но я не могу вот радикально сказать Сами грузины мне говорят Ты слушай, почему ты себя ведешь как латыш А как они это выкупают? По каким признакам? Ну потому что вот или идет какой-то спор Или надо принять какое-то решение насчет чего-то Тут у меня включается какой-то латышский порядок А здесь, когда то же самое происходит Ты почему, почему ты такой горячий, почему ты такой Ну то есть я очень рад, что у меня получился такой коктейль Тогда немножко об инфоповоде Даже, может быть, не немножко Завтра у вас открывается выставка Она открывается в галерее Ретуму Банка И, наверное, надо несколько слов об этом мероприятии сказать Во-первых, потому что выставка называется «Между полос» Она очень полосатая, все картины полосатые Да, я никак не мог перевести это правильно Ни на русском, ни на латышском По-английски это звучит так, как этому надо звучать Beyond the stripes Beyond the stripes, да То есть за полосами Потому что там большая история Это девятнадцатая по счету персональная выставка До того они были в Грузии, в Латвии, в Дании, в Франции И это вообще не была моя идея Мне очень хотелось когда-то сделать выставку в Риге Но так как у меня последняя выставка была тоже в банке Это самый большой банк в Тбилиси Они сами предложили Сандрову Ну вот давай сделаем выставку в Риге И потом я начал искать где А в Риге в основном получилось так, что все частные галереи Они довольно маленькие И 36 картин, которые не маленького размера Я не мог нигде поместить И вдруг звонит друг мой, близкий из Риги И говорит, Сандро, слушай, тут есть такая вот хорошая галерея в банке И оказывается, я раньше сотрудничал с этим банком В сфере графического дизайна И там до сих пор работают эти люди И послали картины И они сказали, ну хорошо, мы согласны И вот так мы уже готовимся Это самая вот такая правильная, я бы сказал, выставка Потому что мы готовимся с апреля А раньше все это было очень спонтанно, быстро Месяц там, ну максимум месяц Тут мы попытались все это спланировать Очень скрупулезно И вот сейчас делаем экспозицию уже второй день И я думаю, сегодня мы тоже не закончим Завтра еще там 3, может быть, часа понадобится Чтобы все было очень-очень аккуратно И... Сразу вопрос, почему она так долго монтируется? Выставки, ну в Риге, по крайней мере Если это не какие-то сложные инсталляции Они монтируются, ну достаточно быстро По большому счету нужно только придумать Как картины будут висеть, развесить их В чем здесь тогда сложность? Да, потому что тут вот у меня Пока вообще я дошел до этой концепции полосок Ну, я полоски не придумал Но полоски везде, они там у многих Но я люблю порядок Это вот самое-самое важное Я не подхожу к холсту, пока я до миллиметра не знаю Что я там буду делать Пока эскиз не готов до безбожности Он должен быть абсолютно готов Я подхожу и заканчиваю картину То же самое я не могу просто повесить Там надо думать Как это сочетается с этим Как это выше, это ближе, это налево, это направо Там еще таблички, там куча всего Некоторые картины вдруг Там есть такие большие столбы Мы придумали, что некоторые должны висеть на столбах Потому что если просто развесить Ты можешь все испортить У меня есть один друг Тоже знаменитый грузинский художник Тоже знаменитый, потому что вы считаете себя знаменитым? Да, я... То есть со звездной болезнью все в порядке, она есть Да, да, и она должна быть, и я в этом ничего плохого не вижу Чем больше, тем лучше Потому что если ты поставляешь себе цель где-то вот такую вот маленькую, ну ты достигаешь это, а если цель такая, тогда... Ну, это, это, я так думаю Ливан Лагидзе, очень знаменитый художник И он, у него была сейчас выставка в Нью-Йорке Там было мало работ, но они тоже Там было 6 больших работ и 10 маленьких Они 3 дня или даже больше делали экспозицию Потому что это очень важно Если неправильно повесить картину, ты можешь все испортить И она не будет смотреться, другая картина будет мешать Потому у нас вот так долго это все идет Я напоминаю, что у нас в гостях художник Сандро Чхаидзе Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, замечания, пожелания, вы можете звонить в прямой эфир 6-7-2-1-2-9-3-9 6-7-2-1-3-9-3-9 И мы обязательно выведем вас в эфир По поводу перфекционизма Если это относится к живописи, вообще к искусству и к работе То относится ли это и к жизни? В жизни вы такой же перфекционист? Тарелочки по размеру, кружечки по цвету? Обязательно И в раковине не должно лежать никакой грязной посуды Ничто не должно где-то валяться А кто это должен обеспечить? Вы сами или жена? Нет, ну жена, конечно, она всегда Но когда я сам что-то делаю Ну, я очень люблю готовить Это тоже вот мое одно из любимых дел Когда я готовлю, все должно быть очень правильно Нигде ничего лишнего Нигде ничего не должно валяться, мешать друг другу И это все, и то же самое на работе Или это моя живопись, или это моя вторая сторона Граффический дизайн, который уже 27 лет со мной вместе То порядок это везде Вы когда-нибудь гладили рубашку в мелкую полоску? Я гладил, но... Вот когда гладишь рубашку в мелкую полоску То в глазах начинает реветь Да, но вот это... Вот с картинами у вас на выставке так же будет? Вот рубашку гладить я не люблю Это уже не делаю очень долго Но вчера, кстати, когда мы делали экспозицию Кто-то проходил, я не знаю, это был работник банка или кто-то Просто так посмотрел Ну, она сделала комментарий насчет цвета Ой, у нас такие цвета первые Яркие? Ну, да, они довольно такие Да, у меня здесь просто буклет, но его не видят наши радиослушатели Тут просто все очень-очень действительно яркое Но если так много полосок, не будет ли дискомфортно гостям? Один зашел мой друг старый Он сказал, что у него закружилась голова Но у меня самого иногда кружится от этого голова Если их очень много у меня дома Сейчас у меня висят дома где-то только три работы Потому человек, если он приобретает картину, одной достаточно Вот эта рыба продается? Все продается А сколько рыба стоит? Кроме двух работ Рыба, если я не ошибаюсь, мой галерист поставил цену 4500 евро А сколько вам надо картин продать в месяц, чтобы комфортно жить? А понимаете, сейчас мы живем в таком времени, что я не только этим занимаюсь То есть не хватает? Нет, дело не в том, что не хватает Раньше была такая поговорка Если ты хочешь стать художником, ты должен только рисовать Только рисовать Я с этим абсолютно не согласен Я делал деньги Латышскую монету Один лад Водяное лилье Я делал памятник Да, я просто Понятно Водяное лилье То есть это совсем другая сфера Я делал памятник Баррикад, который стоит у Сейма Я занимался графическим дизайном И работал с большими агентствами Как DDB, Satch И другими И этим То есть у меня Когда я беру телефон Меня могут спросить Так, вот знаешь Или кто-то заинтересован в этом Или кто-то заинтересован в новом фирменном стиле Или кто-то хочет еще что-то И простые люди тоже Ну простые, которые вообще не связаны искусством Когда они слышат, что ты художник Они тоже себе представляют И задают такой вопрос А как ты думаешь Вот этот стул Он хороший или плохой? То есть они даже требуют от тебя знаний И по индустриальному дизайну И по дизайну интерьера Так что дело не в том, что не хватает Да, но почему вам приходится заниматься И всем остальным? Почему не погрузиться только в живопись? Это для того, чтобы... Сейчас я скажу Последние пять лет Я всячески стараюсь отдалиться от 27 лет той, как бы... Деятельности Рутины, да Рутины, когда ты завистишь от заказчика От его какого-то мнения, я не знаю, пожеланий И хочу, так, мне, ну, 50 сейчас вот стукнуло Вам 50 лет? Мне 50 лет Вы так хорошо выглядите, почему? Меня бабушка правильно кормила в детстве Это как? Ну, здоровый образ, там, не знаю Я не ел там колбасу какую-то сухую Ну, правильное питание, я шучу, конечно Сейчас уже поздно, да, начинать? Надо было с детства Да, да, сейчас это все диеты, это никому не помогает Ну, ладно, никакой надежды Да И я... у нас вообще такой вот супруга и такое желание Ну, не знаю, сейчас пока еще нет Но через лет 10 мы вообще переедем в деревню Ну, там будет интернет Я буду тихо, спокойно рисовать Я буду делать прошутто, свой сыр У меня будет маленький гестхаус там И мы будем в Кахете, в деревне спокойно жить Без этой рутины, без суматохи, без заказчиков Только вот то, что ты хочешь И потому я уже пятый год плавно перехожу только на это Но от заказчиков вы будете зависеть в любом случае? Нет, у нас еще другой бизнес А, вот в чем секрет, да? То есть искусство это так, для души Нет, нет, искусство это главное Но я, когда был, ну... А какой бизнес? Маленьким, сейчас скажу, когда был маленьким Ну, 18-19 там уже вот Первая выставка была, когда мне было 19 в Грузии в одной галерее И ты такой несчастный, у тебя даже нет денег, чтобы купить подрамник, там, краску, тюбик, да? Ну, сейчас это все уже прошло И ты абсолютно ни от кого не зависишь И это такое счастье, это так приятно И тебе не надо искать спонсоров Они сами звонят Это такое... Об этом мечтает каждый художник У нас есть бизнес апартаментов Моя супруга... Недвижимость Закончила в Москве Самую лучшую, я считаю, школу дизайна Которая называется Детали Там такие педагоги, как Блумгрен Там не помню фамилии Я далек от этой сферы И недавно, например, в нашем апартаменте Жил самый главный менеджер сети Хилтон Мира И он ходил с фотоаппаратом И все, фоткал Я говорю, что ты делаешь? Я не видел такого финишинга нигде Как вы рассчитали каждый миллиметр, каждый сантиметр Чтобы человек правильно... Я говорю, это не я, это моя супруга И он, соответственно, написал комментарий У нас жил совладелец Моторолы Один из главы Теллия Сонера То есть там хороший список, которые приезжают И у нас не просто евроремонт Там вот школа деталей очень помогла сделать с концепцией Последние апартаменты называются Дорогие 80-е Это все в Грузии находится? Это все в Тбилиси, находится в самом центре, да Вот по поводу Тбилиси Вы уезжали из Латвии в Грузию Потом жили в Грузии, учились, женились У вас там сын родился, потом обратно вернулись Потом туда уехали Я туда-сюда все время Где вы себя вообще ощущаете сейчас? Мы сейчас там, уже фундаментально мы там С 2006 года И обратно пока не планируете? Я думаю, нет Потому что... Холодно? Да, вот представьте, несмотря на... Ну проблемы везде, они и там, и тут другие проблемы Утром ты просыпаешься и светит солнце Несмотря на то, что происходит в политике или где-то У тебя такое чувство, что день будет хороший И так каждый день? И так почти каждый день Что-то не бывает так Бывает 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 Так бывает И, ну ты знаешь, что может быть там что-то кто-то не доделал Или там рабочий тебе кинул Или я не знаю Ну там машина испортилась Но когда есть солнце Все остальное мелочи Все остальное мелочи А когда мы жили здесь Ну я помню, что было так, что 6 месяцев солнца мы не видели Вы сейчас будете мне это рассказывать, да? Человеку, который здесь живет? Ну да У нас так бывает, да Так что это единственный минус, который был тут А тут есть очень много плюсов, которые нет там Но солнце, оно как-то поважнее оказалось Да, да, это очень важно Современное искусство или классика? Что вам ближе? Если мы говорим о живописи Ах, конечно современной Потому что, ну, когда я закончил академию Был такой случай Ну, ты должен рисовать академически Там все правильно Знать Я нарисовал какой-то натюрморт И одному знаменитому человеку спросил Я говорю, ну что ты думаешь об этом? Он говорит, о боже, я не могу смотреть на это Дело не в том, что это хорошо или плохо Просто то, что было Ну было Ну мы все знаем И все это видели И это все очень хорошо И это должно было произойти А сейчас такое вот Что делать? Вот что показывать? Тот был уже, тот это делал Там кто-то себе ухо отрезал Кто-то там да и все Ну все уже было И вот тупик, да, как бы наступил Чем, чем Я не хочу никого шокировать Да, что вот Вот я делаю полоски Вот как мой один друг сказал Я хочу просто поделиться вот этим Да Что вот Вот знаете, вот я это вижу так И конкуренция, конечно, огромная Только на Сачи онлайн По-моему сидят около 40 тысяч художников Да, только там А ищут те, которые на других сайтах Которые вообще не на сайтах Да Конечно, современные Да И тот, кто сумеет Не знаю, как-то вот В этой В этой огромной конкуренции Как-то немножко пробежаться Да, вперед Где-то Ну в первых рядах Это большое везение Мы сейчас уйдем на небольшую паузу И продолжим после перерыва Оставайтесь с нами Продолжаем нашу передачу Встретились, поговорили Я ведущая Евгения Шафранек Звукорежиссер Родион Золотарев В гостях у нас сегодня гости С солнечной Грузии в солнечный день Простите за автологию Сандро Чихаидзе Мы говорим об искусстве Мы говорим о том Можно ли искусством прокормить себя Выяснилось, что нет Все дело в недвижимости Нет Можно Можно Но не так сытно Вот посмотрим после выставки Сколько работ будет продано Сколько, кстати, работ обычно продается после выставки Нет такой формулы Самый лучший результат Вот 19 выставок персональных 19 персоналок Это ужасно много У меня И вот одна из них Я скажу Прямо на выставке 5 И каждая тысяча по 4, по 5 стоит Но потом что происходит Это не новость Потому что там есть галерея Там есть процент Там есть И Ну С этим никак Ни одна галерея не может справиться Ну Ты забрал остальные картины Которые у тебя есть Повез дома И потом звонок Привет Мне понравилась та работа Там Вот Так что Ну Это Работу дарите? Дарю ли я? Да Да И И завтра я собираюсь одну подарить Завтра не больше будет розыгрыш какой-нибудь Очень знаменитому Вашему Человеку И это тоже будет на телевидении Вот на телевидении подарили А нам не подарили А мы бы ее может быть повесили Нет Там у нас Там Там другие дела Там уже Вот То О чем Я рассказывал Что происходит Сегодня в мире искусства Без этого никак Мне например Один раз Человек Не буду называть Имя Фамилию Я был Молодой 22 или 23 У меня была Была выставка В Дижоне Во Франции И я Встретился с одним Человеком Около Парижской Оперы И показывал ему Свои работы И он мне сказал Что ты мне показываешь Ну зачем мне это Давай сделаем так Сейчас мы пойдем Туда-туда-туда И у тебя все будет То есть Ну Это примерно Как в детстве говорили Не ходи с незнакомыми людьми Никуда Да Вы пошли туда-куда Неизвестно куда Я сказал Знаете Я еще не успел Посмотреть Центр Помпиду Я лучше пойду там А вы там В своей кухне Делайте что хотите То есть Ну Это Очень Жестокая Конкуренция Так а что он от вас хотел Прямо так и сказать Ну Если можно прилично То конечно Я не могу прилично сказать Давайте так Раз вы к нам пришли без картины Мы вот сейчас дадим ему листочек Вы нашего Родиона нарисуете Оставите нам на память А то у телевидения будет картина А у нас нет Родион Дашь нам листочек с ручкой Только он будет не полосатый Ну я думаю он переживет как-нибудь Эту трагедию Мы его потом Прямо перерисуем Мы можем его нарисовать Вот как мангуста Например Родион хочешь быть как мангуст А он потом может Уже сам заполосить А немножко креатива Родион ужасно рад У него теперь будет портрет В виде мангуста Сделаем Хорошо У вас есть какая-то своя Такая тусовка художников Вы встречаетесь там Не знаю Обсуждаете заказчиков Хихикаете над клиентами Обсуждаете какие-то Мировые тенденции Как вообще это выглядит И эти тусовки Ну начиная Когда ты был молодой Они Меняют форму Когда ты молодой Ты тусуешься Вот как вы говорите Со всеми У всех проблемы Все жалуются Все пьют Все курят Там не знаю И трава И всякой гадости Все А потом когда Ну ты должен выбрать Или оставаться таким Все время Или что-то менять А вы были таким? Конечно Ну как тогда вы так хорошо выглядите? Все-таки детское питание Я не знаю У меня отец довольно хорошо выглядел И может быть какие-то гены Или как я говорил Хороший коктейль Вот это холодное и теплое Как-то вместе И Так да Про тусовку И сегодняшние Ну как тусовки Я общаюсь В основном С двумя Ведущими Художниками Которые там И они Конечно Там это в Грузии вы имеете в виду? Они старше меня Это Иракли Сутидзе И Леван Лагидзе Я их считаю Очень сильными Они и современные И в то же время Они Уже стали классиками А то вот Конечно У меня остались Те друзья Которые Вот там Вот молодости Там уже Я не могу найти Что-то вот О чем говорить Я не могу говорить О том же О чем мы говорили 20 лет тому назад Но появляются уже новые темы Появляются там Новые тенденции Появляются новые С возрастом уже у людей Меняется просто Там меняются ценности А есть некоторые Которые там и остались И все И разошлись пути Нет Мы встречаемся Иногда выпиваем Но об этом мы не говорим Политика мешает искусству? В вашем случае По крайней мере Никак Благодаря интернету Вообще Недавно был такой случай Что меня Нашел Нашла Коллекционер Из Америки В Фейсбуке Я говорю Ты кто? Ну вы так начинаете Разговор сразу Да? Все точки на ткани расставить Я тебя на Сачи Видела Ну вот Смотрите Опять Тот же вопрос На Сачи У тебя стоит Какая-то конкретная Цена Икс на работу Но Сачи Берет приблизительно 30 или 35 процентов От продажи Человек находит Потом Ищет И тебя В Фейсбуке И экономит 35 процентов Но ты можешь И не сидеть на Фейсбуке Тогда она тебя Не найдет Или он Она находит И говорит Так я хочу Это 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 Она Пересылает Деньги Вперед Это Это У меня Был Первый Раз Абсолютно Незнакомый Человек Но Она Наверное Посчитала Что я Не Хулиган Ну Наверное Если На Сачи И Четыре Работы Уехали В Америку И оказывается Ее супруг Знаменитый Архитектор Забыл Фамилию И В этом Доме Они Рядом С какими-то Другими Которых Я даже Не знаю Скульпторы Какие-то Современные И там Четыре Работы То есть Ну Вот у нас Листок Пришел Родион Давай Сейчас будем Тебе видеть Мангуст Мы будем Продолжать Разговаривать Но я должен Его увидеть Он там За экранами Ну тогда Рисуйте меня Меня хорошо Видит Родион Извини Не в этот раз Какую-нибудь Подставочку Подставочку Да Вот Да Я как раз Рабочей стороной К вам сижу Можем начинать Ручка Пусть будет Ручка Вдохновение И муза Вот это Миф Или реальность Вот это Действительно Вещи Которые Каким-то образом Существуют В вашей жизни Или это все Придумано Для того Чтобы оправдать Например Лень Я хотел Сказать Дайте подумать Дайте подумать Но я вам Сразу Отвечу Это все Брехня Например Есть Много Художников Которые Говорят У меня Нет муза У меня Нет Вдохновения Я не могу Рисовать Если у меня Нет Студии Да Или вот Там Место Какое-то У меня В жизни Не было Мольберта Ну вы знаете Что такое Мольберта Конечно А сейчас Есть Нет У меня В жизни Не было Мастерской Не хватает 6 квадратных Метров Если мне Хочется Что-то Делать Я могу Делать 6 квадратных Метров И Последнюю Работу Я сделал Одну Она 2 метра На Метр 70 И Она Сделана Где-то Вот Таком На 6 Квадратных Да И Если У тебя Это Есть Внутри Ты Просто Работаешь Тебе Никакая Муза Я не знаю Но это Может быть Звучит Красиво Я Очень Практичный Как Говорю Перфекционист И Это Вот Латышская Сторона Моя Холодная Боле На Это Все Смотрит Как На Лирику Это Но Есть Ведь Вещи Которые Если Не Вдохновляют Ну Если Мы Не Хотим Такой Патетики Но По крайней Мере Вызывают Какую-то Эмоцию А эмоция Уже Потом Перекладывается На Холст Или Это Не так Работает Вашем Случае Нет Нет Моем Случае Это Вот Еще Та Вторая Сторона Графический Дизайн Я Очень За Всем Наблюдаю То есть Я Замечаю Все И И Не 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 Я Вообще Я Не Могу Отдыхать Я Не Могу На Пляже Полчаса Лежать Я Должен Встать Купить Кукурузу Или Что-то Потом Опять Я Трудоголик Есть Такой Да Вот Муза Это Все Это Не Для Меня Вы В начале Еще Эфира Сказали О том Что Знаете Чувствуете Себя Знаменитым Художником Все У вас В порядке Со Звездной Болезнью Она У вас Есть Мы Выяснили Да В какой Момент Вы Вдруг Понимаете Что Ну Вот Он Все Я Знаменит Вот Она Слава Прям Вот Пришла Открывая Ворота Не Понял Вопрос В какой Момент Вы Поняли Я Не Могу Рисовать Тогда Потом Мы Задержимся В какой Момент Вы Поняли Что Вы Да Можете Себя Считать Знаменитым Художником Что Вот Пришла Слава В какой Момент Знаете Когда Серьезная Галерея Начинает Тобою Интересоваться Я Не Говорю О Продажах Это О Чем Это Говорит И Это Не Серьезная Галерея Это Ну Галерея Тбиси Арт Галерея В Тбилиси Ну Она Одна Из Самых Ведущих Когда Они Сами Тебе Предлагают Сандро Давайте Вот Мы Хотим Тебя Повести В Ригу Это Это Уже О чем То Говорит И Мне Не важно В этом Случай Я Там Продам Или Не Продам Да Сам Факт Что Тобой Интересуется А Чтобы Это Происходило Ты Должен Рисовать Каждый День Вот Вот Это Закон Как Только Ты Пропускаешь Не Знаю Какую То Неделю Занимаешь Какой Не Знаю Садиками Чем То Все 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 Рушится Люди Должны И Особенно Коллекционеры Не знаю Люди Которые Интересуются Искусством Они Они Третьим Глазом Следят За Тобой Ты Работаешь Или Чем Ты Занимаешься Это Самое Главное И Это Уже Успех Когда Большая Галерея Говорит Тебе Вот Давай Работаем Да Но Есть Либо Например Для Художника По крайней Мере Сегодня Какой Не знаю Там Цензор Может Союз Художников То Какая Либо Организация Либо Человек Который Ну Скажем Оценка Которого Максимально Важна Вот Это Вот Уже Признание Кто Это Вот Тут Один Текст Тут Есть На Английском В этом Буклете Который Написал Такой Человек Давида Андриадзе Он Считается Самым Самым Лучшим И ведущим Арт Критиком В Грузии Тут Тут Я не знаю Я не Информирован Кто Тут Занимается И кто Считается Этот Текст Если Вы Прочтете Там Вообще Ничего Невозможно Понять Смертному Потому Что Он Пишет А Он Как бы Оценивает Как бы И критикует И Еще Говорит Свое Мнение Но Там Настолько Это Сложно И Если Такой Человек Напишет А тебе Хотя бы Пару Абзацев Это Вот Это Читается Очень Хорошо Ну Он По сути И мой Друг Так Получилось Потому Что А Вот В чем Загвазка Значит Прибыль Идет От Недвижимости А критика Идет От друга Хорошо Устроились Сандро А Как Такие Люди Как Арт Критики Становятся Твоими Друзьями Можно Подарить им Картину Самую Дорогую Нет Мы Во-первых Сделали Около 7-8 Книг Про Искусство Вместе И он Видел Как я Работаю И он Видел Походу Что я Что рисую То есть Он Знает Весь Процесс Это Не Так Что Он Зашел С улицы И Посмотрел А Ну Мы Очень Сложные Проекты Делали Вместе И Мне Вообще Не Интересовало Его Мнение Что Он Думает И Как Думает А Тут Был Такой Момент Что Галерея Попросила А Ты Можешь Про Сандро Что-то Написать Он Три Дня Думал Что Писать Ему Тоже Было Трудно Потому Что Он Меня Знает Он Хотел Что-то Написать Чтобы Вас Не Обидеть Или Чтобы Не Захвалить В чем Была Сложность Вот Сложность В том Что Если Вы Прочтете Там Очень Трудно Понять Он Говорит Хорошо Или Плохо Надо Сказать Интересненько Очень Интересно Потому Что А Вообще Словарный Багаж И Его Знания В этой Сфере Просто Очень Весом Вообще Чужое Мнение Интересует Конечно А Почему Тогда Не Интересовало Мнение Критика А он Есть Критик Так Вот Вы говорите Его Мнение Мне Не Очень Интересовало Но При этом Чужое Мнение Вас Интересует Ну Я Его Я Его Похвалил Да Хотя Там Получилось Немножко Так Что Он Больше Хвалит Себя Как Критика Отлично Да Хороший Ход Да Я ничего Не могу Сказать Я Похвалю Себя Как Критика Глазами Художника У него Была Возможность Показать Насколько Он Знающий Минута Славы Да Нет Он Действительно Спец И Профи У нас Заканчивается Время Эфира Но Мы Еще Наверное Успеем Сказать Пару слов О выставке Которая Открывается Завтра Она Открывается В Ретому Банка В галерее К чему Нужно Быть Готовым Посетителем Какая Главная Концепция Может быть Этой Выставки Что вы хотели Сказать Вот этими Полосками Да Значит Полоски Появились В 2011 Году Самое Трудное Сегодня Очень много Людей Которые Художников Которые Владеют Карандашом Знают Композицию Разбираются В цвете Ну Вот скажем Умеют рисовать А самое Трудное Вот Где Ты Да Ну Вот Ты Кто Я Эти Полоски Называю Своим Позвоночником Мне Было Самое Важное Найти Вот Этот Позвоночник На чем Построить То Что Я знаю И Полоски Это Как Сеть Как Гайды По Английски На чем Ты Уже Строишь То Что Ты Хочешь Показывать Люди Готовы Должны Быть К тому Что Во-первых Это Очень Выглядит Странно Во-вторых Это Очень Ярко И Это Не Увидишь Каждый День Но Хорошо Ли Это Или Плохо Это Пусть Они Судят Во всяком Случа Это Фреш Что Там Новенькое Ну Немножко Освежающее Да Это Был Не Нокалджи Это Такой Тук Наша Передача Подходит К концу Эфир Конечно Продолжается С вами Была Я Ведущий Евгений Шафран В гостях У нас Был Художник Сандро Чхаидз Помогал Звукорежиссер Родион Золотарев Оставайтесь С нами И Хорошего